Многие просили у нас супер дешевую сборку. Мы решили ударить, поэтому мы сэкономили на всем, что можно. Эта сборка является не супер гайдом, как надо собирать компьютеры, на что надо ориентироваться. Вы просили, мы вам ее дали. Погнали! Чтоб ошибок никаких не было. У меня тут все записано в плане того, что, зачем и как, почему. В плане цен и всего остального. Это из магазина мы специально взяли для вас. Чтоб умницы и умники не стали мне писать в комментариях, какой я не очень. Итак, мы решили собрать этот комп на базе процессора Intel. Разумеется, это Intel Celeron C, нет прыщей на лице, G44900. Вот он. Он боксовый. И типа, знаете, за то время, пока он у нас, вот он уже собранный, сзади меня стоит, как бы, он шумит. Этот кулер, это мерзобакостная мразь. И когда люди смеются над тем, что я говорю про гамма-арчер, гамма-арчер, стоковому кулеру я предпочитаю все-таки гамма-арчер, потому что он хотя бы тихий. Да, это действительно так. Гамма-арчер про достаточно тихий. Дипкул, люблю вас с детства. Далее. Оперативная память. У нас 8 гигов. Это Crucial. Разумеется, что же мы еще могли поставить за 310. Тут как бы дефолт, в принципе, вот такая вот одна плашка, там одиноко она находится. Материнская плата у нас MSI. Как бы, что еще, если не MSI? Был аналог от ASRock'ов. Мы решили взять дешевле, материнская плата дешевле от MSI. 3,670 она стоит. Именно ее мы взяли, аж 310M. Вот такая вот она, микро-ATX, как бы, и все. Видеокарта. В 2019 году ребята из канала 05.ru в ритме я говорю, собирают сборку на видеокарте 10.50 с 2 гигами от MSI. Чем руководствуются эти ребята? Руководствуются они тем, что каждый гребаный видос нам пишет в комментариях, соберите супер бюджетную сборку. Мы собрали супер дешевую сборку, но мы ее не считаем лучшей бюджетной сборкой. Я вот заранее оговорюсь, мы именно поэтому взяли все самое дешевое. Мы могли бы, конечно, взять 730-ю какую-нибудь или 1030-ю, на которой вы просто Майнкрафт не поднимет. Ой, Майнкрафт, ху, блин, на Майнкрафт, кстати, очень много требует. Мы это проверяли как-то. Не поднимет какой-нибудь Марио, спорт, сеги. Ну, реально, 1030 меня очень сильно разочаровало. Короче, взяли 1050, закрыли тему, погнали дальше. У нас корпус с блоком питания 400 ватт, часа 50, извините. Я не хочу комментировать. Сейчас вы узнаете цену этой сборки. Мы еще сюда из СД запихнули, это Crucial BX500. Вот так вот он, на 240 гигабайт, кстати, вот так вот он выглядит. Стоит он, он стоит 2450. Really? Он такой дешевый. Оу. Хо, хо. Это было неожиданно. В общем, запихнули мы туда его. То, вся эта сборка, вышеперечисленная, обошлась нам в 23750. 23000 для компьютера, на котором можно играть. Играть, вы скажете, не во многое. Мы сейчас вам покажем, во что на нем можно играть. Но перед этим я хочу сказать огромное спасибо ребятам из Авермеги. Я не устаю это говорить. За то, что они подогнали нам вот эту карточку. Мы у нас была, рассказываю, лайф-стори. У нас была карта, вот эта вот. Она, в принципе, нас всем устраивала. Мы записывали на ней тесты. Но единственный нюанс тут был. Короче, проблема была записывать с нее сразу на комп. Нам нужно было записывать на флешку, флешку переставить в картридер. И вот так вот все это катавасе творить. Здесь же, рецентр скачивать, это специальная программа от ребят из Авермеги. Все, сказка. Сразу пишется на комп, сохраняется на комп. И тесты становятся, ну, многие задались вопросом, типа, зачем она? Для того, чтобы не нагружать компьютер во время тестов. Чтобы тесты были чистыми и правильными. Вот так вот. Тем более в такой слабой сборке. Молодец. Я только хотел сказать, что ты меня перебиваешь постоянно? Переходим. Так, помолчи, пожалуйста. Мы сейчас перейдем, во-первых, покажем людям, как собираем. Я заговариваться начинаю. Сейчас мы покажем вам, как мы собираем эту сборку. Мы дружный коллектив. И потом перейдем к тестам. Тесты игр, в принципе, вы сами все увидите. Я их немножко озвучу. У меня на этом все. Погнали собирать. Погнали. Давай-давай. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Счастливо!